Письмо Аквалинию предполагает два таких основных варианта. Это аля прима, то есть вот на ладжетную, а тут и на другую. То есть вот если, допустим, группа, говоря, если, допустим, на желтую краску, на ладжетную, то получается зеленый. Вот Аквалиния, она, в общем-то, вся строится на таком варианте основном. То есть вот это классический прием. Им пользовался Карл Берло и все остальные наши отечественные, там, могучие художники. Вот, и только это вот в нашем совете, ну, да, в основном начали работать по словам. То есть, для по словам, это так, вот, ну, я пишу по словам, в основном. Бывает что-нибудь классический. Ну, по-турому, это, значит, я вот объяснял, что был на первом нашем... Это нужно мочить бумагу, мочишь бумагу, и она становится... Ну, поверхность гладкая, вот, у меня красная поверхность гладкая, или стекло, или какой-то пластик, вот, типа этого. Вот, и вот, расправлять на этом пластике, или на стекле, чтобы не было, там, вот этих вздутий, там, и так, 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 и так. Ну, я пишу сразу, без рисунка. Рисунок я делаю только, допустим, тогда, когда это вот жанровая работа, то есть с фигурами, допустим, да. Вот, в этой композиции фигурной надо, чтобы сделать треком, там, композицию решить, с нескольких фигур, а потом сделать рисунок каждой фигурой. И так, и в этом случае, я, конечно, делаю рисунок, ну, и потом по-любому, по-любому, вот этот классический метод, что портрет писать, что какая-то там, жанровая работа, делается рисунок, и этот рисунок, ну, легче карандашом, допустим, да, и по нему можно начинать писать. Или же так, допустим, если, я, допустим, любил работать, где сейчас тоже, ретушь, допустим, ретушь уже, подвижный материал очень хороший, ну, и быстро работать, удобно. Вот. И, допустим, метушь, там, она там же растирается, как уголь, ну, по сути, делает, ну, прессорный метушь, ну, вот, ретушь. Или же тем, что можно, ну, можно, допустим, ну, какими-нибудь мелками, там, ну, угодно. Вот. А потом, потом можно через стекло на другой лист, вот, на стекло, допустим, вот, если мы скотчем привели, там, да, да, и второй лист, тоже самое наложили на него, и в трех коврога шум перевели весь этот рисунок, который вынесли. И потом уже, собственно, можете по этому рисунку писать аквэрик. Ну, то есть, это, вот, вот, то же время, когда, допустим, жанровые какие-то работы, там уже обязательно, потому что по-другому нет. Ну, есть, конечно, смешанные техники, когда можно, допустим, червом, тушью, допустим, да, делать рисунок, рисовать или так же коврогом, а потом поэтому сразу добавлять акварин. Это будет как рисующее, а акварин будет идти к коврогу. Вот. Ну, в данном случае у нас полуфигура, и кто, кто желает, значит, может писать портрет, вот, допустим, в таком, ладно, радостью, да, или же, так, вот, полуфигура. Можно и целиком, на любителях, у кого какое желание. Но по-любому, в любом случае, нужно скомпоновать на своем формате листа, чтобы эта компоновано, вот, фигура, пятно, вот, вот, полуфигуры, шеликом, или еще этот портрет, чтобы это было скомпоновано на листе, в бумаге. То есть, как, как сказать, не убавить, не прибавить, да? Вот. Ну, сами понимаете, как композиционные, вот эти вот приемы вам известны, в общем-то, да? Ну, вот, можете начинать так. Вот, допустим, вы рисуете сразу карандашом, делаете рисунок на бумаге, допустим, да, на своем. И не обязательно это делать, допустим, переводить через окно, там, на другое, это самое, просто начинать писать вот, вот, аля према, то есть, вот, наложение. Ну, как сказать, вот, вся хворейная живопись, она тем и чудесным, то, что она прозрачная, звонкая, лестировочная. Вот эти вот лестировки, там, ну, их можно нескольких выразить. Если по-сырому вот так вот писать, здесь уже не получается. Тут брать конкретно цвет и писать. А вот этот вот академический такой вот этот вот наш пример и отечественный, и вообще, по-своему миру, это писается. Это только вот лестировки, прибавляют, прибавляют. Ну, как бы там ни было, писать или от светлого к темному, или оттеного к темному. Ну, самый такой вариант, например, в основном, это оттеного, то есть, вот это вот, скажите, между сторонами, да, лица или фигуры. Сначала прокладывать одним тоном и находить, что вы видите. И надо брать какие-то рисующие, как вы видите. Или, допустим, это зелено-ахристый тон, допустим, да, ну, вот, допустим, вот там фигура вот кого-то, такая она зубноватая, ахристая. Это, значит, там зеленая краска присутствует, грубо говоря, или нет, или нет, или нет, черная, да, коричная. То есть, ну, на первом нашем занятии я говорил, что живопись, и самый красочный слой, и сами краски, земляные краски, это, как правило, это теплые тона, и вот холодные тона, это синий, зеленый, да, ну, и тоже короблак, допустим. Ну, невзирая на метр, и земляные краски, если они восьбины, тоже оно будет с толокного тона. Поэтому, ну, я надеюсь, что вы уже какие-то книжки читали, по поводу, если, да, художник, художник. Ну, здесь есть кто-то, где-то учился в студиях, или где-то, есть какие-то, говорят, но это хорошо. Ну, в общем, в данном случае надо определить на листе бумаги точное пятно скомпоновать. А то бывает так, допустим, вот этот вот низ большой, а вы скомпоновали щеку, и хотите полностью, и сделали ее маленькой, да, кусочек такой, и она будет плавать, очень много воздуха, а надо так, чтобы законтрогать, чтобы не было такой плавы. Или другой вариант, когда, вот, допустим, в упор делаете просто, так сказать, снизу засути, или в стоку, или сверху, когда уже упирается там, в дачу, где-то. То есть вот найти такой акциональный палат вверх, но прежде это делается как? Где-то сделается на маленьком размере. То есть вот предварительно, допустим, даже здесь на вашем листе бумаги, где-то в уголочке, там вот маленький такой размер, ну, как спичные коробки, как в уголке спичных коробки, вы делаете там вот приблизительный вариант кальпоновики. И когда вы это уберитесь, то вы нашли вот этот вариант там компонент, тогда уже можете приступать к рисунку за весь этот формат. Это вот такое начинание. Живопись, когда начинается, тут нужно вот это вот чувствовать петно, абсолютное петно, чтобы оно давало или это петно на тёмном фоне или же на светлом фоне. На светлом, значит, оно тёмное петно, на тёмном, значит, оно светлое. Ну тут ещё, как сказать, то есть вот смешка может быть, в общем, надо начинать работать. Давайте делаем петонок, и потом вот этот вот маленький носок сначала сделаем, и вместе посмотрим, как его компоновали, как вы чувствуете компоненты. Потому что композиционное вот это вот решение, это, если у вас, допустим, даже состоится хороший рисунок, и если плохо закомпоновано, то всегда это не важно, то есть работа будет уже спокойна. Ну давайте начинаем.